В Денском районе состоялась перевозка молодей осетровых рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края. Мальки уже выросли до нужных размеров и теперь смогут выжить в условиях, приближенных к естественной средеобитанию. Подробности в сюжете Василия Широких. Известно, что у рыб из семейства осетровых самая большая продолжительность жизни – до 100 лет. Они же претендуют и название самой крупной пресноводной рыбы. Сегодня встретить белугу гиганта или стерлить старше 25 лет – большая редкость. Да и весят они не тонну, как в начале 20 века. А в 10 раз меньше. Они сверстники по существу динозавров. Больше 200 миллионов лет назад они еще обитали на земле и пережили все катаклизмы, которые существовали в истории нашего региона, будем говорить, Черноморско-Каспийского. Это были землеплесения, трансгрессии, регрессии морей, осолонения, оледенения. К сожалению, последние 50 лет хозяйственной деятельности привели запасы этих рыб к полному истощению и поставили их на грань угрозы полного исчезновения генофонда. Сейчас в Краснодарском крае разводят осетровых на арендованной территории. В станице Пластуновской производится начальный этап формирования рыб из икринок в мальков. Здесь, благодаря созданным условиям, рыба быстрее развивается. Для каждой особи заводится генетический паспорт и микрочип, чтобы в будущем контролировать нерест и миграцию в естественной среде. Рыбу, которая перевалила по весу за 20 граммов, перевозят партиями в поселок Читук. Здесь ее помещают в бассейны и проводят адаптивные мероприятия. Белуга, стерлиц, севрюга и тупорылый русский осетр очень быстро привыкают к новой среде. Но в открытый водоем выходить рановато. Надо еще подрасти и пройти несколько испытаний. Через некоторое время молодые рыбки будут искусственно подвержены инфекции для укрепления иммунитета. Хотя, к примеру, тупорылый русский осетр практически никогда не болеет. В бассейн через некоторое время запустят и небольших хищников, чтобы выработать у нового поколения осетровых хорошую защитную реакцию. Мы перевезли рыбу с одного участка на другой. Теперь сейчас уже рыба более крупная, нашла более приемлемые для себя условия. Как вы видите, в прудах большей площади бетонированных. Здесь обеспечивается самотечное водоснабжение, дополнительная аэрация, как вы видите, турбоаэраторами, кормление с балансированными искусственными кормами. Это очень крупная молодость русского тупорылого осетра. Его масса превышает стандартную примерно в 70 раз. Но в естественные водоемы он будет выпущен в следующем году. Только тогда специалисты смогут гарантировать стопроцентное выживание всего потомства. Василий Широких, Олег Демидов, Вести Кубань, Динской район.